Музыка Ялсвуд это место, которое существует и в то же время не существует, из-за царящей там атмосферы печали. Музыка Гибель людей, обвинения в насилии и отказ в доступе спецпредставителей ООН. Добро пожаловать в Ялсвуд. Это самое близкое расстояние, на которое мы можем подойти к иммиграционному центру. Ялсвуд находится в этом бизнес-парке и нам запрещено приближаться к нему. Но я хочу показать вам окрестности, потому что наша дорога сюда была необычной. Мы находимся в английском графстве Бетфордшир. Сегодня прекрасный солнечный день, и единственное, что говорит о нахождении здесь скандального центра временного содержания, это небольшая надпись. Ялсвуд, однако, отказывается называть себя центром временного содержания. Управляемая Серка Групп по контракту с Министерством внутренних дел, учреждение именует себя центром для проживания женщин. Но Мелтэм, которая покинула Ялсвуд в 2007 году после трех месяцев пребывания, называет его по-другому. Там более восьми железных дверей, каждую из которых закрывают за тобой на засов. Повсюду находятся камеры слежения. Охрана устраивает тщательный досмотр. Они ведут себя так, будто вы преступник. Это не иммиграционный центр, не центр временного содержания. Это тюрьма. Это Кристин Кейс, 40-летняя жительница Ямайки, недавно погибшая в Ярлсвуде. Центр обвиняют в том, что ей не была оказана необходимая медицинская помощь. Смерть Кристин совпала с визитом в Ярлсвуд специального докладчика ООН, который поручено провести расследование по фактам насилия над женщинами в Великобритании. Но, несмотря на неоднократные запросы, правительство отказало представителей ООН в доступе в центр. Когда я приехала в Ярлсвуд, директор учреждения сообщила мне, что ей позвонили и сказали, что я не могу быть допущена внутрь. По ее словам, звонок был из высших эшелонов МВД Великобритании. Официальный представитель МВД Великобритании заявил, что посещение Ярлсвуда не было согласовано в рамках этого расследования. Недавно Мелтам инициировала кампанию, чтобы добиться его закрытия. Я сама была в Ярлсвуде, и поэтому не могу молчать. Дело не в здании, дело в сотрудниках, дело в невинных женщинах, которых там истязают. Они прошли через пытки, изнасилование и жестокость. Они бежали из своей страны, чтобы начать новую жизнь. Тот факт, что правительство Великобритании не только отказало инспектору ООН в доступе в центр, но и предприняло определенные шаги, чтобы она туда не попала, оставило многих в недоумении. Что же такое скрывает Ярлсвуд?